Итак, добрый день. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить организаторов, в частности, профессора Беляева за приглашение на замечательный конгресс. Мы уже слышали, вчера наблюдали впечатляющую проведенную операцию, лапароскопическую открытую, и сегодня я хочу сделать доклад по очень специфической теме. Это неэпитолиальные опухоли поджелудочной железы, и неэпитолиальные опухоли, их необходимо дифференцировать от эпитолиальных опухолей, и вы с ними хорошо знакомы, да? Это, соответственно, протоковая аденокарцинома, кистозные опухоли и нейроэндокринные опухоли. Неэпитолиальные опухоли встречаются чрезвычайно редко. В основном в литературе говорится о заболеваемости на уровне 1, а по некоторым публикациям от 1 до 2%. Их можно дифференцировать как доброкачественные опухоли, и мы сегодня не будем говорить об этом много, поскольку мы все-таки говорим сегодня об злокачественных опухолях. И также, соответственно, они имеются и злокачественные, соответственно. Итак, вот список доброкачественных опухолей, и их уже описано достаточно много. Практически каждая ткань, которая встречается вокруг, скажем так, поджелудочной железы, может стать источником доброкачественных опухолей. И вы видите, что есть опухоли, которые исходят из нервных структур, из клетчаточных структур, десмоидная опухоль, и, естественно, кистозные тератомы и элефонгиомы. И этот список, возможно, неполный, поскольку он сформирован на основании разных публикаций. С точки зрения злокачественных опухолей, я хотел бы представить вам вот этот такой обзор. Мы можем дифференцировать опухоли как мезонхимальные, гематопоэтические, скажем так, разного происходения и вторичные. Мезонхимальные опухоли цисаркомы, это могут быть разные, цисаркомы, лемиосаркомы, липосаркомы, опухоли типа гист, которые могут, в принципе, исходить из двенцеперстной кишки и прорастать в поджелудочную. И также опухоли гист, которые возникают непосредственно в поджелудочной железе. И это могут быть хондросаркомы, приопорфные, недифференцированные саркомы. И есть опухоль, которая встречается за пределами костей, так называемая экстрасальная саркома Юинга и примитивная нейроэктердермальная опухоль или ПИНЭТ. Далее справа здесь указаны такие опухоли, как солитарно-фиброзная опухоль, то есть это СФТ, которая обычно ведет себя достаточно доброкачественно, но в зависимости от того, может иметь некоторые патологические признаки, такие как повышенный методический индекс. И она описывается в редких ситуациях, как способная давать метастазы. И вторая – это воспалительная миофобластическая опухоль. И теперь с точки зрения опухолей, происходящих из гематопедических элементов, естественно, лимфома, и это все я знаю, да, а также экстрамедулярная плазмацитома, импи, парагонглиома. Опять же, она может также вести себя злокачественным образом. Есть целый ряд метастазов, что также попадает в раздел неэпитолиальных опухолей. Это достаточно длинный список, и у нас время ограничено, поэтому я хотел бы привести вам некоторые примеры. Я выбрал некоторые примеры каких-то типа опухолей из этого списка. И хотел показать вам некоторые примеры, как можете себе представить, поскольку это черчайно редкая сущность. У нас практически нет хороших таких сводных данных, кроме данных по метастазам, поскольку это происходит несколько чаще. Я вам покажу, скажем так, некоторые данные из нашей клиники чуть позднее. Каковы же характеристики сарком поджелудочной железы? Это параметры, которые имеют смысл, может быть, заполнить после моей лекции. Во-первых, потому что понимаешь, что это чрезвычайно редкие опухоли. Они могут просто стоять даже за пределами поджелудочной железы, и ваш радиолог может, если он хорош, может действительно это увидеть, с тем, что он может предупредить хирурга, и который должен понимать, что возможны такие ситуации. Леомиосаркома встречается чаще всех, и общая пятилетняя выживаемость по сериям пациентов составляет от 15 до 50%. И мы знаем, что это все еще несколько лучше, чем протоковая аденокарцинома. И также, что очень важно, типичные манифестации, после чего могут быть большие опухоли с центральным некрозом. И, как вы знаете, могут быть протоковые опухоли, которые достаточно большие, которые всегда отдают желтуху и механическую, скажем так, обструкцию. Но при таких опухолях отсутствует желтуха или обструкция. Если вы это наблюдаете при визуализации, если имеется крупная опухоль пациента, не отсутствует желтуха или обструкция, или атрофия тканей поджелудочной железы. То, что мы можем ожидать обычно при протоковая аденокарцинома, здесь нужно подумать о возможности наличия саркома. Терапия, естественно, это полное хирургическое иссечение, удаление. И для саркома используется адюватная радиохимотерапия. Для опухолей гисты есть другие инструменты. Например, таргетная терапия. Это ингибиторы тирзенкиназы, типа имотиниб и некоторые другие препараты. И мы это должны понимать, потому что иногда хорошо поставить диагноз до операции, особенно если мы говорим о пограничных опухолях, или может быть иметь смысл уменьшить их размер, в частности, адюватная терапия, в частности, в случае сарком. И также нужно помнить, что имеется протокол адюватной терапии с использованием ингибиторов тирзенкиназы для гистопухолей. И, соответственно, имеет смысл ставить диагноз до операции. И тогда вы можете улучшить исходы у пациента, прежде чем пойти в операционную. Можете облегчить исходы для пациента. И вот визуализация леомиосаркомы. Видите, типичный центральный некроз. Это вполне очевидно. Это очень большая опухоль. Видите, вот в данном проекте оно хорошо видно. И также, видите, то, что я узнал, подготавливаю это сообщение. И это также очень хорошо было бы запомнить, да, что если вы видите такую ситуацию без желтухи, без обструктивных нарушений, или без атрофии тканей железы, то это достаточно хорошая вероятность того, что мы имеем дело, что здесь имеется саркома. Если не всегда это понятно, но мы всегда должны в обследовании включать МРТ, и в большинстве случаев у этих пациентов проводился МРТ, мы видим, очень хорошо видно здесь, большой опухоль с признаками центрального некроза. Вот это вот типичная опухоль ГИСТ, она возникает в двенасперсной кишке, начинает растворяться там, затем прорастает в поджелудочную. И когда это происходит, у пациенток обычно манифестации мы наблюдаем некоторые неспецифические жалобы, у них могут быть признаки обструкции, может быть тошнота, и в случае этой опухоли, такой опухоли можно также наблюдать, что эти опухоли дают кровотечение, и это может быть на момент диагностики, в частности могут быть кровотечения желудочные, поэтому это может происходить в случае додональных ГИСТ. И опять же, если это очень большая опухоль, вы, может, не уверены, резонсируема она или нет, необходимо рассмотреть возможность надеватной терапии с использованием ингибиторов тирозинкиназы. Вот пример пациентки из нашей клиники, которую мы приличили в прошлом году. Итак, мы не знали исходной этой диагностики, то есть это исходная, к нам поступила женщина с 41 года с неким поражением, которое было достаточно сложно диагностировать, наши радиологи увидели это, не знаю, как вы, сможете вы это увидеть на экране, но здесь ключевым признаком было то, что у пациентки она теряла вес, и ей было всего лишь 41 год. Мы посчитали, что это протоковая донокарцинома, и вот это был финальный диагноз. Воспалительная мифрабластическая опухоль, здесь был очаг очень небольшой с обструкцией протока. Еще один снимок, видите, дилатацию желчеводящих путей, и вы зачастую можете столкнуться с такой ситуацией у пациентов с такими редкими опухолями. Здесь есть признаки злокачественности с точки зрения клинического развития ситуации. Мы идете на операцию, и далее выясняется, что патоморфолог вам говорит, что это не эпителиальная опухоль. Так бывает. То есть, в исходе мы считали, что это протоковая опухоль, и в итоге оказалась не эпителиальная опухоль. И с таким ситуацией вы действительно можете столкнуться. Здесь мы также провели МРТ, и вы видите признак двойного протока, и нам было достаточно сложно без радиологов обнаружить происхождение этой, источник этой опухоли. И, как я уже сказал, я не буду приводить примеры по всем этим нозологиям, но я хотел бы показать вам еще один пример. Это опухоль из гематопоэтического происхождения. Это, собственно, случай с лимфомой. Это лимфома Беркита, которая была, в итоге это была очень крупная опухоль, а у этой пациентки был проведен ПЭТ, и ПЭТ здесь был очень полезен для дифференцировки и диагностики, диагностики опухоли. И, соответственно, мы провели биопсию, поскольку это очень элегантно, поскольку у онкологов обычно есть рецепт, как уменьшить размер лимфомы, и, соответственно, есть сходный протокол. Я не эксперт в этих вопросах, но если ставится диагноз лимфомы до операции, то есть очень хороший протокол, который позволяет уменьшить ее размер, но пациентка, даже если пациентка не совсем хорошо отвечает на терапию, мы можем пойти на операцию. Параганглиома. Еще одна нозология. Я пустил сюда гистологическую картинку. Соответственно, опухоль также чрезвычайно редкая. Ее зона происходит из нервных структур вокруг поджелудочной железы. И зачастую, если у пациента имеется онкологический анамнез, где-то, если в прошлом был рак, в частности типичный, это почечноклеточный рак, то, если посмотреть, вот есть данные, вот серии, публикации, серии 26 пациентов, и в основном в этой серии у пациента метастазы были из-за почечноклеточного рака в поджелудочную железу. Не знаю, почему так происходит, что мы видим среди метастазов в основном почечноклеточный рак, скорее всего, связан с близким расположением этих органов, но очень важно тщательно собирать анамнез пациента, поскольку может пройти порядка 30 лет после опухоли в почках у пациентки могут находиться, могут обнаруживаться метастазы в поджелудочной железу. И другие опухоли, это был оперированный рак толстой кишки, лимеосаркома из другой области и рак желчного пузыря. Естественно, нужно быть, скажем так, осторожным при операции с этим пациентом нужно разобраться, принимая подходит ли критерий для операции при метастазе у этого пациента. То есть, другими словами, то есть, мы должны, если мы идем на операцию, мы должны говорить, что имеется вероятность, скажем так, хорошего, благоприятного прогноза. И этим пациентам было проведено оперативное лечение. Соответственно, в 11-е резекция головки железы, дистальная панкреатоктомия в 54% случаев, у 14% и у одного пациента очень редко тотальная панкреатоктомия. Обычно в ситуации с метастазами мы не планируем тотальную панкреатоктомию. Это типичная ситуация, которая связана, скажем так, с интероперативными решениями, когда мы делаем дистальную панкреатоктомию, когда отсутствует, скажем так, свободный край и пациент. И в такой ситуации мы расширяем объем операций. Но в случае метастазов я очень с неохотой и исходно планирую проведение тотальной панкреатоктомии. Вот трехлетняя и пятилетняя выживаемость. Трехлетняя выживаемость составляет 73 и целых десятых процентов. Пятилетняя выживаемость при метастазах поджелудочное составляет 52,3 процента. Вот согласно этой группе авторов. это собственно если говорить об общем опыте этой клиники естественно различные нозологии дают разный прогноз. Если например при раке желчного пузыря скажем так может отличаться прогноз, но количество этих пациентов такое небольшое, что не имело смысла скажем дифференцировать пациентов по нозологиям. Дополнительно пятилетняя выживаемость 50 процентов при метастазах можете сказать действительно не очень много. Но опять же вы должны сравнивать это с другими заболеваниями. В частности если мы делаем операцию по поводу протоков адренокарциномы и пятилетняя выжимаемость существенно ниже. Так что я думаю что это все еще достаточно неплохой результат который обосновывает что ли показания для проведения операции при метастазах. Вот пример пациента прооперировано несколько лет назад прошло несколько лет после диагностики рака толстого кишки пациенту 70 лет достаточно сохранный пациент и мы видим что опухоль очень крупная большого объема можете обсудить это истинный метастаз или метастаз лимфоузлы мы считали что это то есть было предположение что это метастаз который скажем так исходно был метастаз в лимфоузел и исходно у нас не было четкого изображения кровоснабжения и мы пошли на неодевантную терапию вот что видите справа что мы получили мы получили некоторую циторедукцию после химиотерапии далее мы запланировали соответственно операцию мы мы делали мы пошли только на химиотерапию без лучевой терапии и что мы провели операцию Кауша Уипла но была поражена портальная вена соответственно ее нужно прислушать изоциировать с анастомозом конец-конец и мы провели конструкцию соответственно селёночной вены и правую гемиколоктомию гистологически вот так и пациент 70 лет но все получилось успешно и на гистологии мы увидели скажем так чистый край и резекцию типа по типу R0 это не этот пациент не показанный пациент это просто пример того как мы резекцируем портальную вену слева мы видим инфильтрированную инфильтрированную вену брыжейки обычно мы резекцируем с анастомозом конец-конец на уровне до 4 сантиметров если более 4 сантиметров тогда мы берем глубокие вены с правой нижней конечностей мы просим наших хирургов дать собственно во время операции получить такой графт к сожалению картинка не очень четкая но если мы можем сделать мы пытаемся делать непосредственно анастомоз мобилизация портальной вены если мы про мобилизацию портальной вены мобилизировали брыжейчную вену и артерию в основном мы не проводим реконструкцию селёночной вены и по нашему опыту это нет в этом необходимости многие центры просто прижимают кровоток прижимают кровоток в тощую кишку мы это не делаем и это позволяет нам избежать дополнительной диссекции но это естественно возможно зависит от ваших собственных предпочтений и теперь дамы и господа господин председатель я хотел бы резюмировать что неэпитолиальная опухоль редкая нозология которая возможно вы увидите в несколько раз в своей жизни даже если вы работаете в достаточно большом центре саркома как правило манифестируется и это очень важно что нужно запомнить они манифицируются часто с центральным некрозом и может с геморрогими возможно геморрогими но без признаков билярной обструкции то есть это очень важно если вы видите крупную большую опухоль в которой отсутствуют такие признаки как желтуха или механическая обструкция то об этом нужно подумать гист как правило манифестируется кровотечением центральным некрозом и отсутствует дилатации протоков выше опухолимфомы о лимфоме необходимо подумать если имеется большая гомогена образование не знаю насколько диагностический полезен она находится в области головки железы без дилатации протоков самой железы или билярных протоков и соответственно может быть альтернативной терапией и у пациентов с метастазами как правило в анамнезе имеется упоминание о том что у пациента были какие-либо другие злокачественные опухоли и имеет смысл действительно тщательно обследовать этого пациента как я уже показывал нашей серии пациентов результаты достаточно адекватные для определенных нозологий с точки зрения проведения показаний к операции и уровень выживания пациентов вполне приемлем для таких пациентов я хотел поблагодарить вас за ваше внимание к сожалению мой русский не настолько хороший я не могу прочитать даже эту фразу на экране но большое спасибо и я буду готов ответить я готов ответить на ваши вопросы если они у вас появились спасибо пожалуйста можно задать короткие вопросы у нас есть 2-3 минуты если нет вопроса я спрошу скажите пожалуйста если вы встречаете кист 12-перстной кишки распространяющийся на панкреас без признаков кровотечения вы оперируете это или лечите неодювантно если опухоль операбельна то мы всегда идем вначале на операцию если мы видим опухоль которая подходит к артериям и скажем так мы видим что заинтересованная артерия мы назначаем на дивантную терапию то же самое как при протоке на дивантную терапию мы применяем только в ситуации если резиктабельность под вопросом лимфома тоже была оперирована в вашем случае то есть вы не лечили это лекарственно а оперировали или нет эта пациентка лечилась не в нашей клинике это пример из публикаций и они описали что они вначале провели химиотерапию там был остаток опухоли не было полного ответа на опухоли и они в итоге удалили частично опухоль насколько я помню описание в литературе спасибо спасибо